Роберт Шекли Кошмарный мир У микрофона диктор Александр Большишальский Inomni Curriculo Temporis Infinity Sund Mundi Бесконечное количество миров существует в каждом цикле времени Снова Ленигану приснился этот сон, и он проснулся от собственного хриплого крика Он, выпрямившись, сел на постели и вглядывался в окружающий его фиолетовый сумрак Зубы его были стиснуты, а на губах застыла судорожная ухмылка Он услышал, что сзади его жена Эстелла зашевелилась и тоже села Лениган не смотрел на нее Все еще во власти своего сновидения он ждал осязаемого доказательства реальности мира В его поле зрения вошло медленно ползущее кресло Оно пересекло комнату и с мягким стуком ударилось о стену Мышцы лица Ленигана слегка расслабились Затем он ощутил прикосновение руки Эстеллы, прикосновение, которое должно быть успокаивающим, но которое обожгло, как укус шершня Вот, — сказала она, — выпей Нет, — ответил Лениган, — я уже в порядке Все равно выпей Нет, спасибо, со мной действительно все в порядке Он и в самом деле уже высвободился из железной хватки кошмара Он снова ощутил себя самим собой, и мир снова был привычен и реален Это было главным для Ленигана Он не хотел уходить из этого родного мира прямо сейчас Даже если речь шла всего лишь о снотворном И о том расслабленном покое, который оно могло дать Снова этот сон? — спросила Эстелла Да, тот самый Мне не хочется говорить об этом Да, хорошо, хорошо, — сказала Эстелла Да, она мне потакает, — подумал Лениган Я напугал ее Да и сам напугался Она спросила Милый, который час? Лениган посмотрел на свои часы Шесть пятнадцать Но как только он это произнес, часовая стрелка судорожно прыгнула вперед Нет, сейчас без пяти семь Ты еще поспишь? Нет, не думаю, — ответил Лениган Пожалуй, я уже встану Да, хорошо, дорогой, — сказала Эстелла Она зевнула, закрыла глаза, потом снова открыла их и спросила Милый, а ты не думаешь, что тебе было бы неплохо связаться с... Он мне назначил на сегодня, в двенадцать десять, — ответил Лениган Ну, это хорошо, — сказала Эстелла Она снова закрыла глаза и вскоре уснула Лениган смотрел на нее Ее каштановые волосы превратились в бледно-голубые, и она один раз тяжело вздохнула во сне Лениган вылез из постели и оделся Он был довольно крупный мужчина, на улице такого сразу выделишь Черты его лица были на редкость выразительны У него была сыпь на шее Больше он ничем не отличался от всех остальных Если не считать, конечно, что ему регулярно снился ужасный сон, доводящий до безумия Он провел следующие несколько часов на парадном крыльце своего дома Наблюдая, как в предрассветном небе вспыхивают новые и сверхновые звезды Позже он решил прогуляться, и, конечно же, ему повезло Не пройдя и двух кварталов, наткнулся на Джорджа Торстейна Семь месяцев назад, в миг слабости духа, он неосторожно рассказал Торстейну про свой сон Торстейн был пухлый, сердечный, малый, твердо верующий в самосовершенствование, дисциплину, практичность, здравый смысл и в иные, еще более скучные добродетели Его чистосердечная и простодушная «выкинь из головы эти глупости» позиция принесла тогда Ленигену на короткий миг облегчения Но сейчас это раздражало Конечно, люди вроде Торстейна — это соль земли и опора наций, но для Ленигена, ведущего безнадежную схватку с неосезаемым, Торстейн из докучливого надоеда превратился в божье наказание «Здоров, Том, как дела, парень?» — приветствовал его Торстейн «Прекрасно!» — ответил Лениген «Просто отлично!» Он кивнул, изображая максимальное дружелюбие, и зашагал было дальше под плавящимся зеленым небом Ну а Торстейна так просто не оделаешься «Том, мальчик мой, я думал о твоей проблеме!» — сказал Торстейн «Я очень беспокоился за тебя» «Да, это очень мило с твоей стороны», — ответил Лениген «Но, право же, тебе не следовало так затрудняться» «Я это делаю, потому что хочу это делать», — сказал Торстейн И Лениген знал, что он, к сожалению, говорит чистую правду «Меня интересуют люди и их заботы, Том, и всегда интересовались с детства А мы с тобой долгое время были друзьями и соседями» «Да, это, конечно, верно», — тупо пробормотал Лениген «Когда ты нуждаешься в помощи, то хуже всего, что ты вынужден ее принимать» «Ну, прекрасно, Том, я думаю, что небольшой отдых, вот что тебе сейчас нужно» У Торстейна всегда был простой рецепт «Для чего хочешь» Как врачеватель душ, практикующий без лицензии, он всегда прописывал лекарства, доступные страждущему «Я никак не могу взять отпуск на этой неделе», — сказал Лениген «Небо теперь было апельсиново-розовым, три сосны засохли, а какой-то дуб превратился в кактус» Торстейн сердечно засмеялся «Он никак не может взять себе отпуск, а ты об этом хоть задумывался?» «Да вроде бы и нет» «Тогда задумайся, ты устал, напряжен, замкнут в себе и весь на взводе, ты перетрудился» «Но я ж неделю был на больничном», — сказал Лениген Он бросил взгляд на свои часы «Золотой корпус стал свинцовым, но время, кажется, они показывали точно» «Прошло почти два часа с начала их беседы» «Этого недостаточно», — говорил Торстейн «Ты все время оставался здесь в городе и слишком близко к своей работе, ты должен прикоснуться к природе, Том Когда ты в последний раз ходил в поход?» «В поход? И, окажется, вообще ни разу в походах ты не был» «Ну, вот видишь, парень, тебе надо пожить среди настоящих вещей Не среди домов и улиц, а среди гор и рек» Лениген глянул на часы и с удовлетворением отметил, что они снова стали золотыми Он был рад В свое время заплатил 60 долларов за корпус «Деревья и озера», — продолжал Торстейн восторженно «Ощущение травы, растущей по твоими ногами, зрелище величественных горных пиков, марширующих на фоне золотого неба» Лениген покачал головой «Я ездил в деревню, Джордж, нифига не помогло» Торстейн был упрям «Ты должен вырваться из искусственного окружения» «А оно все кажется одинаково искусственным», — ответил Лениген «Деревья или здания, какая разница?» «Здания строит человек», — подчеркнул Торстейн «А деревья создал Бог» У Ленигена были некоторые сомнения как относительно первого, так и относительно второго Но он не собирался делиться ими с Торстейном «Да, в этом, конечно, что-то есть, я подумаю» «Ты должен это сделать», — сказал Торстейн «Я, кстати, знаю отличное местечко, это в Мэйне И там есть как раз такое прелестное озеро» Торстейн был мастак по части бесконечных описаний К счастью для Ленигена, их внимание было отличено Загорелся дом, стоявший неподалеку от них «Эй, чей это там дом?» — спросил Лениген «Семья Мэкльби», — ответил Торстейн «Второе возгорание за месяц, везет им» «Может быть, нам следует поднять тревогу» «Да, ты прав, я сам это сделаю», — сказал Торстейн «И помни, что я тебе сказал насчет этого местечка в Мэйне, Томб» Торстейн повернулся, чтобы идти, но тут случилось нечто довольно забавное Как только он ступил на тротуар, бетон под его левой ногой стал жидким Захваченный врасплох Торстейн позволил ноге погрузиться в него по щиколотку А инерция первоначального движения бросила его вперед лицом на мостовую Томб поспешил помочь ему, пока бетон не затвердел «С тобой все в порядке?» — спросил он «Да, кажется, вывихнул лодыжку», — пробормотал Торстейн «Ну, все нормально, идти я смогу» Он заковылял прочь, чтобы сообщить о пожаре Лениген остался наблюдать Он решил, что пожар возник в результате спонтанного самовозгорания Через несколько минут, как он и ожидал, пламя погасло в результате спонтанного самозатушения Нельзя радоваться бедам ближнего своего, но Лениген не смог сдержать смешка при мысли о вывихнутой Лодыжке Торстейна И даже стремительный селевой поток, затопивший Мэйн-стрит, не смог испортить его хорошего настроения Но потом он вспомнил о своем сне, и его снова охватила паника Он поспешил на назначенную встречу с доктором Приемная доктора Сэмпсона на этой неделе была маленькой и темной Старый серый диван исчез, вместо него стояли два кресла в стиле Луи Пятого и висел гамак Изношенный ковер переткался заново, а лилово-коричневый потолок был прожжен сигаретой Но портрет Андретти был на своем обычном месте на стене, и большая бесформенная пепельница сияла чистотой Внутренняя дверь открылась, и высунулась голова доктора Сэмпсона «Привет», — сказал он «Одну минутку» Голова исчезла Сэмпсон был точен То, чем он там был занят, отняло у него лишь три секунды по часам Ленигена А секундой позже Лениген был распростерт, набитый кожей кушетки со свежей бумажной салфеткой под головой А доктор Сэмпсон спрашивал «Ну, прекрасно, Том, как ваши дела?» «То же самое», — ответил Том «Только хуже» «Сон?» Лениген кивнул «Давай разберем его еще раз» «Я предпочел бы этого не делать», — сказал Лениген «Боишься?» «Даже больше, чем раньше» «Даже сейчас?» «Здесь?» «Да, именно сейчас» Наступила целительная, многозначительная пауза Затем доктор Сэмпсон сказал «Ты уже говорил раньше, что боишься этого сна, но никогда не говорил мне, почему ты его так боишься» «О, ну, это будет звучать слишком глупо» Лицо Сэмпсона было серьезным, спокойным, строгим лицом человека, который ничего не считает глупым Который физически не способен найти что-либо глупым Возможно, это была маска, но маска эта, по мнению Ленигена, внушала доверие «Хорошо, я расскажу, но...» Внезапно сказал Лениген, но тут же запнулся «Давай», — сказал доктор Сэмпсон «Ну, это оттого, что я верю, что когда-нибудь, каким-то образом, я сам не понимаю, как...» «Да, продолжай», — сказал Сэмпсон «Да, так вот, мир из моего сновидения станет реальным миром» Он снова запнулся, затем продолжил с напором «И в один несчастный день я проснусь и обнаружу, что я в том мире И тогда тот мир станет реальностью, а этот всего лишь... сновидением» Он повернулся, чтобы увидеть, как подействовало на Сэмпсона это безумное признание Если доктор и был поражен, он этого не показал Он спокойно раскуривал свою трубку от тлеющего указательного пальца левой руки Потом он закосил палец и сказал «Да, продолжай» «Что продолжать?» «Это все, и все дело именно в этом» На розовато-лиловом ковре появилось пятнышко размером с четвертак Оно потемнело, разбухло и выросло в небольшое фруктовое дерево Сэмпсон сорвал один из пурпурных стручков, понюхал, положил на стул Он посмотрел на Ленигена твердо и печально «Ты уже рассказывал мне раньше про этот свой кошмарный мир, Том» Лениген кивнул «Мы обсудили его, проследили истоки, раскрыли его смысл для тебя «В последние месяцы, как мне кажется, мы установили, почему тебе необходимо терзать себя этими кошмарами и ночными страхами» Лениген кивнул с несчастным видом «Но ты отказываешься посмотреть правде в глаза», — продолжал Сэмпсон «Ты каждый раз забываешь, что мир твоих снов — это сон, только сон и ничего больше Сон, управляемый произвольными законами, которые ты сам же и создал для удовлетворения нужд твоей психики» «Да, хотелось бы мне в это поверить», — сказал Лениген «Загвоздка в том, что этот мой треклятый кошмарный сон странно логичен» «Это ерунда», — ответил Сэмпсон «Это все потому, что твоя иллюзия герметична, замкнута на себя, сама себя питает и поддерживает Поведение человека определяется его взглядами на природу окружающего мира Зная эти взгляды, можно полностью объяснить его поведение Но изменить эти взгляды, эти допущения, фундаментальные аксиомы почти невозможно Например, как можно доказать человеку, что им не управляет какое-нибудь секретное радио, которое только он один слышит?» «О, я, кажется, начинаю понимать», — пробормотал Лениген «Со мной что-то похожее» «Да, Том, с тобой что-то вроде этого Ты хочешь от меня доказательств, что этот мир реален, а мир твоих снов — фальшивка Ты предполагаешь, что сможешь выкинуть из головы все эти фантазии, если я смогу представить тебе такое доказательство?» «Да, именно так», — воскликнул Лениген «Но дело в том, что я не могу тебе его дать», — сказал Сэмпсон «Природа мира очевидна, но недоказуема» «Слушайте, док, но ведь я не так серьезно болен, как этот парень с секретным радио, а?» «Ну, конечно, нет, ты более логичен, более рационален» «У тебя есть сомнения в реальности мира, но, к счастью, ты также подвергаешь сомнению и свои иллюзии» «Тогда давайте попробуем», — сказал Лениген «Я понимаю, что вам это трудно, но я постараюсь воспринять все, что в силах буду воспринять» «Ну, это, в общем-то, не моя область», — сказал Сэмпсон «Такими делами занимаются метафизики, боюсь, что я не слишком силен в этих вещах» «Ну, давайте попробуем», — взмолился Лениген «Ну, хорошо, давай» Сэмпсон задумался на морщил лоб, а затем сказал «Мне кажется, что поскольку мы исследуем этот мир с помощью своих чувств, то, следовательно, должны в своем анализе опираться на свидетельство этих чувств» Лениген кивнул, и доктор продолжал «Итак, мы знаем, что вещь существует постольку, поскольку наши чувства утверждают, что она существует» «Каким образом можно проверить достоверность наших наблюдений?» «Путем сравнения их с сенсорными ощущениями других людей» «Мы знаем, что ощущения нас не обманывают, если ощущения других людей относительно существования какой-либо вещи согласуются с нашими» Лениген обдумал все это и сказал «Это значит, что реальный мир — это просто то, что о нем думает большинство людей?» Сэмпсон скривил губы и ответил «Я же тебе говорил, что я не силен в метафизике, но все же я думаю, что это было приемлемое доказательство» «Да, конечно» «Но, док, предположим, что все эти наблюдатели заблуждаются Например, предположим, что существует много миров и много реальностей Предположим, что это одна только грань существующего из бесконечного их числа Или предположим, что природа реальности обладает способностью меняться И что каким-то образом я могу постичь это изменение» Сэмпсон вздохнул, выловил маленькую зеленую летучую мышь, запорхнувшую под полы его куртки И машинально прихлопнул ее линейкой «Тут-то и зарыта собака», — сказал он «Я не могу опровергнуть ни одного из твоих предположений Я думаю, Том, что нам лучше было бы еще раз пройтись по твоему сну сначала и до конца» Лениген скривился «Мне бы действительно не хотелось этого делать, у меня предчувствие» «Да, я знаю», — сказал Сэмпсон, слабо улыбаясь «Но это помогло бы нам разобраться раз и навсегда, не так ли?» «Возможно, что так», — сказал Лениген Он набрался храбрости и, совершенно, кстати, напрасно произнес «Ну, хорошо, этот мой сон начинается так» И как только он начал говорить, ужас охватил его Он чувствовал головокружение, слабость, страх Он попытался подняться с кушетки Лицо доктора маячило над ним, он увидел отблеск металла, услышал голос Сэмпсона «Кратковременный приступ, попытайся расслабиться, думай о чем-нибудь приятном» Затем то ли Лениген, то ли мир, то ли оба сразу канули в небытие Лениген пришел в сознание «Прошло, а может быть и нет, какое-то время могло случиться, а может и нет, все что угодно» Лениген сел, выпрямился и посмотрел на Сэмпсона «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Сэмпсон «Я... я в порядке», — ответил Лениген «А что со мной было?» «Тебе стало плохо, но ничего страшного» Лениген откинулся назад и попытался успокоиться Доктор сидел за столом и что-то писал Лениген закрыл глаза и досчитал до двадцати, затем осторожно снова открыл их Сэмпсон все еще писал Лениген оглядел комнату, насчитал пять картин на стенах, пересчитал их снова Поглядел на зеленый ковер, нахмурился, снова закрыл глаза На этот раз он считал до пятидесяти «Ну что же, продолжим разговор?» — спросил Сэмпсон, захлопнув тетрадь «Нет, не сейчас», — ответил Лениген «Пять картин, зеленый ковер» «Ну, как хочешь», — сказал доктор «Кажется, наше время истекло, но можешь еще прилечь в передний и прийти в себя» «Нет, спасибо, я... я... я пойду домой», — ответил Лениген Он встал, прошагал по зеленому ковру, оглянулся Посмотрел на пять картин и на доктора, который ободряюще улыбался ему вслед Затем вышел в переднюю, пересек ее, через внешнюю дверь вышел в коридор По коридору прошел к лестнице и по лестнице спустился к выходу на улицу Он шел и глядел на деревья, на ветвях которых зеленые листья шевелились слабо и предсказуемо под легким ветерком На улице было оживленное движение и транспорт, в полном соответствии со здравым смыслом и правилами движения, вперед двигался по правой стороне улицы, а назад по левой Небо было голубым и, очевидно, оставалось таким долгое время Он был в знакомой обстановке своего кошмара, но сейчас кошмар длился гораздо дольше, чем в прошлые разы и кончаться не думал Следовательно, это был уже не сон Сон — это просто более короткая жизнь, а жизнь — более длинный сон Лениген совершил переход, а, может быть, переход создал Ленигена Невозможное свершилось, потому что оно было возможным в мире Ленигена Но назад путь отрезан, потому что в этом мире невозможное Невозможно Мостовая никогда больше не расплавится под его ногами Над ним высилось здание первого национального городского банка Оно стояло здесь вчера и будет стоять здесь завтра Нелепо мертвое, лишенное возможности выбора и перемен Оно никогда не превратится в гробницу, в самолет или в скелет доисторического монстра С унылым постоянством оно будет оставаться зданием из стали и бетона Бессмысленно доказывая это свое постоянство, пока не придут люди с инструментами И не начнут скучно разбирать его Лениген шел по этому окаменелому миру Под голубым небом, затянутым у горизонта, неподвижным маревом Это небо, казалось, обещало нечто, чего оно никогда не могло дать Машины двигались по правой стороне улицы Люди пересекали улицы на перекрестках Разница в показаниях часов составляла минуты и секунды Где-то за пределами города была сельская местность Но Лениген знал, что трава там не растет под чьими-нибудь ногами Она просто стоит Да, она, конечно, тоже растет, но медленно, незаметно Так что органы чувств этого не воспринимают И горы были все такими же черными и высокими Но они были похожи на гигантов, захваченных врасплох в середине шага И обреченных на неподвижность Никогда больше не промаршируют они на фоне золотого Или пурпурного, или зеленого неба Таков был этот замороженный мир Таков был этот медленно изменяющийся мир Мир предписаний, рутины и привычек Таков был этот мир, в котором ужасающие объемы скуки Были не только возможны, но и неизбежны Таков был этот мир, в котором изменение Это подвижная, как ртуть, субстанция Была превращена в тягучий вязкий клей И в результате этого магия мира феноменов Была уже здесь невозможна А без магии жить нельзя Лениген закричал Он орал, а вокруг него собирались люди И глядели на него Но никто ничего не предпринимал И ни во что иное не превращался А затем появился полицейский, как это и должно быть Но солнце ни разу не изменило свой облик А затем приехала карета скорой помощи Но улица не менялась И на карете не было ни гербов, ни гербариев И у нее было четыре колеса, а не три или двадцать пять И санитары доставили его в здание Которое стояло именно там, где оно и должно было стоять И какие-то люди стояли вокруг него И не изменялись, и не могли измениться Они задавали ему разные вопросы В комнате с безжалостно белыми стенами Они прописали отдых, тишину, покой К несчастью, это был именно тот яд С помощью которого он когда-то пытался спастись от своего кошмара Естественно, ему вкатили лошадиную дозу Он не умер Для этого яд был не настолько хорош Он просто сошел с ума Его выписали через три недели как образцового пациента Прошедшего образцовый курс лечения Теперь он живет себе и верит, что никакие изменения невозможны Он стал мазохистом, наслаждается наглой регулярностью вещей Он стал садистом, проповедует другим святость механического порядка вещей Он полностью освоился со своим безумием Или безумием мира Во всех его проявлениях И примирился с окружением по всем пунктам Кроме одного Он несчастлив Порядок и счастье Смертельные враги И мироздание до сих пор Так и не смогло их Примирить Спасибо всем большое